Безымянных солдат Великой Отечественной становится все меньше. Участники Северодвинского поискового отряда «Патриот» нашли родственника одного из бойцов в Онежском районе. Теперь уже одну из самых дорогих семейных реликвий, солдатский медальон, торжественно передали внуку фронтовика. Боец Василий Соколов из деревни Усть-Кожа Онежского района погиб в 1941 году в Карелии. Его солдатский медальон поисковики подняли в августе во время экспедиции. Торжественная передача именной вещи внуку бойца Николаю Соколову состоялась в администрации Онежского района. По традиции родственникам фронтовика также передали патрон с землей с места захоронения, фотографии братской могилы и записку, найденную в медальоне. Николай рассказывает, что информацию о погибшем родственнике он и его отец искали давно. Ответы приходили, что не могут найти, что числится без вести пропавшим. Ну вот там вот была информация, что санитарный пояс разбомбили вот где-то вот под лоухами. Вот туда, значит, звонил тоже. Ну как, звонил там, заявки делал, в общем, узнавал. Ну вот, в конце концов, значит, обнаружили поисковики и сообщили об этом. Солдатские медальоны использовались для удостоверения личности военнослужащих еще задолго до начала войны. Записка внутри медальона Василия Соколова была написана не на традиционном бланке, а на своей бумаге. Такое тоже допускалось. Есть предположение, что погибший солдат был музыкантом. На обратной стороне листка были записаны ноты марша веселых ребят Утесова. Останки фронтовика захоронили 5 августа в братской могиле в карельском поселке Сосновый. Бойцы отряда «Патриот» пригласили Николая съездить на могилу к деду в следующем году.